Девушки отдыхают В итоге в тайку уехал сотрудник опеки и пять бойцов ОМОНа. Из пяти живыми и невредимыми вернулись только трое, трое ОМОНовцев. Жизнь сломана. Мать умерла. За спиной шестилетний срок. Женщина, конечно, виновата во всем сама, но есть один родной человек – младший брат. И за его жизнь стоит побороться. Я читала их сообщение. Там было черным по белому написано, что ты ей дал денег на аборт. И потом еще написал – в следующий раз предохраняйся. Да с чего вы взяли, что я говорила себе? Мачеха не позволяет пасынку общаться со сводной сестрой. Парень возмущен. Он с рождения сестренки опекал ее, нянчил, любил. Женщина уверена, что дети состоят в интимной близости. Вот такая братская любовь. Истец Владимир Кустарев обратился с иском о расторжении брака, определении места жительства ребенка и алиментов. Ответчик Наталья Кустарева уверена, что причин для развода нет. Слушается дело Кустарева Владимира Васильевича с исковыми требованиями о расторжении брака, определении места жительства ребенка совместно с истцом и о взыскании алиментов. Все правильно, истец? Да, все верно. Ответчиком является Кустарева Наталья Петровна. Пожалуйста, истец, обоснуйте причины расторжения брака. Ну, прожили мы 11 лет вместе. Совместный ребенок, у нас сын, 10 лет ему. В общем-то, все было хорошо до поры до времени. Получилось, что супруга систематически изменяется. Да не изменяло и тебе, это была абсолютно одна встреча. Ну, я прошу, чтобы меня развели с этим человеком. Мы просто уезжали к моим родителям в Рязань, здесь не очень далеко. Должны были там на ночь остаться, мы вдвоем поехали с сыном. Но у меня дела образовались на утро. И я не предупредил, и мы нежданчиком по пустой трассе быстро вернулись обратно. Ну, под вечер уже. Я пока парковку искал внизу, он первый пошел домой. Ну, через 5 минут я следом. Я уже застаю, как они одеваются с кобельком. Ой, ну что ты выдумываешь? Что мне выдумывать? Сын видел все вот это совокупление своими глазами. Да, Ваша честь, он ничего не видел. Это все его выдумки. Ваша честь, я сейчас из-за этого вынужден ходить по психологам с ребенком. А вы с ребенком где сейчас проживаете? В моей квартире. У меня здесь все документы. У меня есть от опеки все документации. Они приходили, проверяли. То есть ваша квартира в данной ситуации, это ваша добрачность? Да, это моя собственность. У меня есть документы на собственность. Вот свидетельство о браке, о рождении ребенка, о справке о доходах. У меня все есть. И заключение психологов, но с ребенком я перестал его узнавать. Вот в чем дело. Он закрылся, ушел в себя и постоянно моет руки. Я уж не знаю, какие он там акробатические чудеса увидел. Да какая акробатика? Ну что ты выдумываешь? Но мы так с психологом и не добрались до сути, потому что это больная тема. Все вышло на соматический уровень у него. И мы просто как бы ходим, посещаем, пока сын просит, чтобы я не прощал мать. Вот основная причина, почему я здесь. А почему меня прощать? Я ничего не сделал. Можно я закончу? Потому что считает, что она нас предала с ним. Заключение органов опеки у вас на руках? Да, все здесь. Они вас поддерживают, да? Да, они полностью на моей стороне. А вы психолог, на который вы ссылаетесь, это штатный сотрудник органов опеки? Да, из соццентра, куда нас направили. Да, через судебного пристава. Передайте, пожалуйста, документы. Так, ответчик требований о расторжении брака, определение места жительства ребенка по месту жительства ИСЦА и взыскание алиментов на содержание ребенка до достижения совершеннолетия. Вам понятны исковые требования? Ваша честь, я с ИСКом не согласна. Я умоляю вас дать мне еще какое-то время, но просто исправить как-то эту ситуацию. Вы понимаете, все это было как минутное помешательство, рассудка. Чего это? Дай мне говорить. Я не хотела, чтобы так все вышло. Понимаете? Может быть, это и к лучшему, что так произошло, чтобы как-то вот встряхнуть наши отношения, а то у нас каждый день одно и то же. То есть встряхнуло уже отношения так, что их больше нету. Работа, дом, ребенок, ну замкнутый круг какой-то. В конце концов, муж сам виноват, что так все произошло. Я виноват. Он на работе каждый день готов там даже ночевать. Может, мне утром надо было приехать? А по мне вообще забыл, понимаете? А мне хочется внимания. Я женщина, он мне святыни дарит. Так я тебя с нами звал поехать. Каждый выходной у него рыбалка. В конце концов, если он захочет со мной развестись сына, я ему не отдам. А потому что я мать, никто меня родительских прав не лишал. Да в принципе и за что. Слушай, ты вот скажи мне, ты к психологу месяц, ты не появляешься в жизни сына. Как ты в дальнейшем вообще видишь общение с ребенком? Это что? Это ЕГЭ по Камасутре? Это акробатика? Ваша постельная? Ты выдумываешь. Это был всего лишь секс. Я никого не убила, Ваша честь. Он все выдумывает. А сын у нас уже взрослый. Ему не три года, а скоро уже будет 11 лет. Первое, что в заключении психолога сообщено, Ваша честь, это то, что у него рухнула полностью система нравственная. То, чем мы занимались с детства с ним. Порядочность, честь, нравственность. Все это рухнуло. Я не знаю, почему он моет руки. Еще непонятно в какой позе. Да, Ваша честь, вы поймите, он ничего страшного там не увидел. Все было скромненько. Скромненько. А вот это все, это его выдумки просто. Ну, пожалуйста, вы тогда давайте град с вами проведем. Страшное и не страшное. Что, с вашей точки зрения, не страшного увидел ваше ребенок? Ну, он увидел, ну, как бы, ну, просто секс. И, в конце концов, он даже ничего не заметил. Ответчик, вы меня заинтриговали. Скажите, пожалуйста, ну, вот вы говорите, что просто секс, это не страшно. Тогда я хочу понять категорию вашего страха. Страшно тогда что? Ну, страшно, когда мама с папой разводятся, когда скандал в семье, когда он видит какие-то издевательства. Вот сейчас они разводятся, мама с папой. Истец, истец. Это страшно. А просто секс, это не страшно. Просто секс, это не страшно. Тем более, он ничего не заметил. Нет, ну, ваше честное. Я понимаю, что я не права. Это получилось, ну, случайно. Я просто случайно приехал. А это систематически уже давно. Верно? В конце концов, вы просто нас не можете развести. Потому что я беременна уже 16 недель. Вот, Володь, смотри, справка. Вот, Ваша честь. Я знаю, что по закону это сделать нельзя. Помолчи, Ваша честь. Вот давайте все-таки лживую, лукавую. Смотрите, 4 месяца назад я был в командировке на Урале. Мы открывали филиал. Я там был месяц. Это ребенок не мой. Я настаиваю сейчас вот здесь вот. Не сейчас. На экспертизе. Ну ладно. Ой, да проводите экспертизу. Ну, чем они тебе помогут? Я твоя законная жена. И что дальше? Жена, которая принадлежит всему дому? Истец. У меня беременность. Я беременна 16 недель. От кого ты беременна? Если даже со мной разведешься сейчас, то будешь платить не алименты. Еще чего я буду делать? Отвечек-отвечек знания ваших законов меня, конечно, радует, но не до такой степени. Дальше вы начинаете совершать ошибки. Через судебного пристава справочку передайте, пожалуйста. Так, истец. Ваша честь, я не понял насчет законов. Что значит информированность о законе? Вы что, не можете развести нас? Так это ребенок немой. Я истеча раз огуренеси, че. Так, суд удаляется для принятия решения. Прошу всех встать. Далее в программе. В итоге в тайку уехал сотрудник опеки и пять бойцов ОМОНа. Из пяти живыми и невредимыми вернулись только трое, трое ОМОНовцев. Наркоманка, наркоторговка, уголовница. И вдруг требует опеки над младшим братом. Это все равно, что сразу его убить, уверены чиновники. Но так ли это на самом деле? Я читала их сообщение. Там было черным по белому написано, что ты ей дал денег на аборт. И потом еще написал, в следующий раз предохраняйся. Что я так делал? Да с тебя вы взяли, что я говорил и тебе. А кто это тогда делал, а? Секс между братом и сестрой преступен. Как вывести молодого человека на чистую воду и заставить признаться в том, что он совратил маленькую девочку, узнаете в суде. Суд оклашает определение, принятое по делу. Суд производства по делу о расторжении брака прекращает. Суд прекращает производство по делу о расторжении брака, поскольку жена беременна и на расторжение брака не согласна. Закон не допускает расторжение брака без согласия жены во время беременности жены и в течение года после рождения ребенка в соответствии с правилами статьи 17 Семейного кодекса Российской Федерации. Суд разъясняет ИСЦУ, что после рождения ответчицы ребенка вы будете в праве оспаривать свое отцовство и в данной ситуации аннулировать записи об отцовстве, поскольку после рождения ребенка ответчик будет иметь право на основании свидетельства о заключении брака вписать вас в качестве отца, но вы будете иметь право оспаривать свое отцовство в судебном порядке. Вы сможете вновь обратиться в суд с иском о расторжении брака только после достижения ребенка возраста одного года. Вне зависимости от того, будет ли к этому моменту аннулирована запись ваша ума. Сейчас можно спросить, ваше чество? Да, пожалуйста. Вот скажите мне вот это все, да, по-человечески. Я понял, что законы такие, да, здорово. А ребенке, ну, это правильно, наверное, так и надо. Вот эта вся честная компания, она должна сейчас в моей квартире жить? Это кого? Вот этот вот кабелек, вот этот кабелек, его ребенок и бывший... И ребенок, который будет, это тоже твой. Так, истец, если вы являетесь единоличным собственником этой квартиры, да, вы единоличная собственная квартира, следовательно, вы будете иметь право снять с регистрационного учета ответчика, если она станет бывшим членом семьи, бывшим членом семьи. То есть в данной ситуации вы все равно ограничены этим годом. Если вы считаете, что ребенок не ваш, пожалуйста, обращайтесь, оспаривайте отцовство, проводите соответствующие исследования, экспертизы, если это будет необходимо, и будет установлено отцовство. Поэтому он не будет вашим кровным ребенком, поэтому прав его в отношении жилой площади он иметь не будет. Я надеюсь, я ответила на ваш вопрос. Да? Частично, ваше число. Да, истец и ответчик суд огласил свои определения о прекращении производства поделок. Решение суда. Дело прекратить. Разочарован немного в законодательстве. Значит, у меня в планах забрать ребенка. И поехать развивать свой филиал на Урале минимум на год. Дальше посмотрим. Я думаю, что у меня впереди еще много времени, чтобы наладить отношения со своим мужем и сыном. И я думаю, что я сохраню свою семью. Будьте внимательны. Если вы будете суд в заблуждении, лучше записывайте. Я вас штрафую, истец, еще на одну тысячу рублей. Если вы забудете, сколько вы должны будете в государстве, запишите. От этого зависит жизнь ваших детей. Мамаша спит в пьяном угаре. Ребенок доел последние объедки и рыдает от голода, ваша честь. Судья Елена Дмитриева в проекте «Битва за будущее». Ответчик, все, не рассказывайте мне сказки. Дядя Саша меня бьет все время. Вы подтверждаете. Нет, мне тут УГУ не надо. Истец Ольга Дубинина предъявляет иск с требованием отменить отказ в назначении ее опекуном младшего брата. Ответчик, представитель органов опеки и попечительства, с иском не согласен. Так, истец, обоснуйте ваши исковые требования. Здравствуйте, Ваша честь. Я хочу вас попросить, чтобы вы мне помогли вернуть моего младшего брата Сережу. Органы опеки вынесли свой отказ от того, чтобы я была опекуном для своего младшего братика. Потому что у меня было криминальное прошлое. В своем переходном возрасте я, к сожалению, столкнулась с наркотиками и уже успела за это отплатить. То есть я была в местах лишения свободы. После того, как я освободилась, это, кстати, было полтора года назад, сначала я хотела пойти в церковь и просто посвятить себя Богу. Но потом я поняла, что все-таки нет. Я недостойна этого. И я отправилась в тайгу. В тайге у меня жил отец, и он был охотник. К сожалению, папа умер. А где все это время был ваш брат? Он был с мамой. Я просто не знала, что она умерла, и мой Сережа находится в детском доме. Хорошо, естественно. Скажите, пожалуйста, вы имеете постоянное место работы? На данный момент нет. А где вы проживаете? Я проживаю в своем доме, вот как раз же в тайге. Если это дом в тайге, ваш младший брат где будет проживать? Он будет проживать со мной. Учиться, ходить в детский сад, получать медицинские услуги. Каким образом? Ну, вы знаете, там можно добраться до города. Сколько километров? 30 километров до города. На чем? Ну, в основном автостопом. И вообще, ваше счастье. Учиться? Сколько ребенку? Да, я хотела как раз. Ребенку сколько? 12 лет. Школы есть? Да, есть. Она в городе. 30 километров? Да, 30 километров. Но я сейчас как раз хотела объяснить свою позицию. Смотрите, если мы сейчас проживаем в тайге, вот я на данный момент проживаю в тайге, 30 минут до города, у меня была мысль как раз оставить свое место, устроиться на работу официанткой, и просто, чтобы обеспечивать моему брату учебу. То есть снять какую-то комнату, и чтобы мы с ним вместе там жили. И следить за ним. Мы, кстати, с ним когда жили, вот у меня дома, все было очень хорошо, на самом деле. Да, мы с ним гуляли, мы с ним занимались вместе, он был в пределе, он был чистый, он занимался какими-то делами, он не общался. Вы с ним не жили, вы его украли из детского дома, и увезли туда насильно. Уважаемая, прошу минуточку, пожалуйста, я его не украла. Это было дело так. Когда я узнала, что у меня нет больше в живых моей мамы, я просто поняла, что где-то он находится наверняка в детском, в каком-то детском доме, я пришла в этот детский дом. Когда я пришла в детский дом, я выяснила, что у моего Сереженьки там просто нету, потому что и никто из воспитателей, я не знаю, как они следящие за детьми, просто они не в курсе, где находится мой брат. И вот, значит, я отправилась искать своего брата по всяким подвалам, по всяким там... Ну вот все, что я сама прошла, где я сама, грубо говоря, тусила свое не очень благополучно, сказать, где-то в этом возрасте. Я отправилась искать и поняла, что еще я не обошла всякие колодцы. И тут, по счастливой случайности, нахожу своего братика в колодце. Он весь грязный, непонятный. И, значит, и вообще в 12 лет он просто нанюхался какого-то... Ну, либо клея, либо... Я не помню. Вот у нас были спайсы, я не знаю, чем... Ну вот под чем-то он. И как я его потом привожу домой, соответственно, привожу его в порядок. И я с ним потом начинаю общаться. Я говорю, Сережа, ну почему так? Почему за вами никто не следит? А он мне объясняет, что... У него там какие-то конфликты бывают с, значит, своими, там, ну, так сказать, друзьями. Ну, в общем, с его ровесниками. Что за ними не следят, что никто в этом не разбирается. Он просто... Ему надо отойти от этого состояния и просто отрешиться. И поэтому он нюхает вот этот клей. Где-то он... Ну, представляете себе, 12 лет уже нюхает клей. Так, за что вы были осуждены? За спайс. Вы были осуждены по статье употребления наркотических средств и в целях сбыта, приобретения, хранения в целях сбыта. Да. Достаточно. Вашу справку об освобождении приговоров в отношении вас через судебного престола. Пожалуйста, Отличка. Ваша честь, представители органов опеки категорически возражают против требований истицы, против ее заявления. Мы считаем, что она не достойна воспитывать младшего брата. Она не умеет себя абсолютно вести. Я вам сейчас расскажу, как она забирала своего родного брата из детского дома. Она ворвалась в кабинет к директору, просто закричала, я забираю брата с собой, и пообещала, что каждого, кто станет у нее на пути, она застрелит и даже не поможет. Минуточку. Это было неплохо. Спокойно. Спокойствие. Только спокойствие. Она забрала его и увезла в неизвестном направлении. Мы искали ее длительное... Ну, не то чтобы длительное время, но несколько дней мы ее искали. В итоге обратились в Охотосоюз. Нам подсказали номер участка, где у нее избушка. Зная, что истица, достаточно неуравновешенная женщина, перед тем, как поехать в тайгу, мы заручились поддержкой сотрудников полиции. В итоге в тайгу уехал сотрудник опеки и пять бойцов ОМОНа. Ваша честь, из пяти живыми и невредимыми вернулись только трое... Можно сказать, что я двоим... ОМОН ОРЦЕВ. Истец, истец, истец. Да. Первый попал в ловушку на дереве. В итоге он подвис в трех метрах от земли вниз головой с вывернутой лодыжкой. Второй попал в капкан, перелом ноги. Дело в том, что оставшиеся трое сотрудников ОМОНа три часа... Что, неужели потерялись? Нет, они выкуривали ее из избушки со слезоточивым газом, гранатами. Они выкуривали ее светошумовыми зарядами. Слава богу, не начала стрелять. Она не хотела отдавать ребенка. Она не хотела отдавать ребенку органам обид. А вы подали своего ребенка вот так... Из землянки или из дома? У нее есть небольшая избушка. Возле дома землянка, ледянка, погреб, где хранят продукты. Вот там они закрылись, и три часа они не хотели оттуда выходить. Ну ладно, в итоге она сдалась. Уголовную статью на нее не оформили. Оформили административный протокол сроком ареста. Почему? Ну, пожалели. Пожалели. Родная кровь, родная сестра, нервы и все такое. Простили. Оформили административный арест сроком на 15 суток. Ровно через полмесяца, как только она освободилась в день, она пришла к нам в опеку и стала требовать опекунства над своим младшим братом. Мы подняли документы. В итоге уже оснулись. Во-первых, судимость за распространение наркотиков. До судимости за наркотики она неоднократно привлекалась по статье за занятие проститута. Да при чем здесь это? Не при чем. Истец, истец, истец. Не при чем. Это просто история ваших фактов. А проводились профилактические меры. Хорошо. И самое главное, мы подозреваем, что вот в этой ситуации с опекунством у нее есть свой корыстный интерес. Смотрите, младшему брату Сергею досталась квартира однокомнатная по завещанию от матери после ее смерти. Причем мать, зная вот этот вот характер, свою старшую дочь, она все по наследству оставила только своему младшему сыну Сергею. И мы считаем, что вот преследуя опекунство, старшая сестра пытается вот с помощью опекунства вселиться в квартиру к младшему брату. Ваша честь. Поэтому мы против. Мы категорически против. Стой, стой, стой. Отвечу. Тогда почему у вас ребенок в детском доме, а не в своей квартире? Потому что ребенку 12 лет. И что? Он несовершеннолетний. Несовершеннолетний. Он не может проживать один. Ваша честь, а можно... Нет. Вы за этот период времени не пытались найти опекунов? Мы пытались найти опекунов. Вот именно, что вы пытались. Мы пытались. Мы пытались найти опекунов. И скажите, тот опекун, который бы нашелся, например, да, если у того опекуна, которого вы подыскали, например, нет таких благоприятных условий проживания, и опекун бы вселился в эту квартиру для того, чтобы проживать с опекаемым. Это тоже было бы плохо? Нет. Это было бы неплохо. Мы бы проверили этого опекуна. Не об этом. И взяли бы человека не сидевшего. Не уходите от ответа. Не уходите. Что вы видите плохого? Что это же не посторонняя, простите, тетя с улицы. Правильно? Это родная сестра. Ее мать не оставила ей квартиру лишь только потому, что боялась, что с ее вот этим прошлым и будущим все будет продано. Ответьте, пожалуйста, пожалуйста, все будет продано. Пожалуйста, без домыслов. Ваша часть. Нет, я скажу. Без домыслов органа опеки. Я имею право, так же каждый, как и каждый из нас с вами, составить завещание в пользу любого третьего лица, вообще не говоря мотивов. Вы сейчас берете и домысливаете за человека. Просто, ну вы домысливаете. Может быть... Это наше мнение. Мы считаем, что у нее есть корыстный интерес. Пожалуйста, оставайтесь при вашем мнении. Суд это, ваше мнение, учитывать не будет. Заключение мне через судебную приставу. Передайте. Ваше честь, я считаю... У меня вопрос к вам. Скажите, пожалуйста, вы когда-нибудь семейный козекс читали? Я? Да. Честно, нет? Да, честно, нет. А как вы думаете? Ну, хорошо, вы не читали семейный кодекс. То есть вы составляете исковое заявление, оспариваете решение органов опеки, ну и как бы совершенно не предполагаете, что он, ну как-то, ну, не знаю, там, в интернете посмотреть. Я думаю, вы спросили досконально изучить. Нет, я не могу сказать, что я досконально... Ну, конечно, я его знакома. Скажите, пожалуйста, должны быть же какие-то критерии установлены, по которым люди не могут быть назначены опекунами или попечителями, да, по которым они не могут выступать приемными родителями, критерии, по которым не может быть проведено удочерение или усыновление. Согласны? То есть государство, оно не может вообще все в принципе дать на откуп органов опеки. То есть говорят, вот есть такой перечень, да, он существует, по которым ни при каких условиях нельзя решать вопрос об назначении этого человека опекуном. Вот этот перечень существует. За пределами этого перечня исследуются все обстоятельства по делу, все доказательства заработок, жилищно-бытовые условия, характеристики и прочее, прочее. Вот как вы думаете, в этот перечень оснований, при котором нельзя назначаться опекуном, я так условно говорю, входит в совершение преступлений, которые связаны и направлены против здоровья, нравственности, угрожающих жизни или здоровья других людей. Есть вот эти преступления в широком смысле этого слова, да? Да. Ну давайте мы с вами предположим, что человек, который был обвинен в особо тяжком преступлении в виде умышленного убийства, но, наверное, под большим вопросом. Может быть, он назначен опекуном или нет? Нет, нет, нет. Так я вас понимаю. То есть вы считаете, та статья, по которой вы отбывали наказание, приобретение и в целях сбыта, подходит под эту категорию? Ну, вы знаете, нет, она не подходит. Все-таки я объяснила, что я это был... Нет, нет, это ваше объяснение. А я сейчас спрашиваю, что ваша статья ведет... Не подходит. Да, это там же установлено в целях сбыта. То есть это наносит ущерб жизни? Да, да, я вас понимаю. Он наносит, да, она наносит, но вы понимаете, я исправилась. Сейчас я совершенно другой человек. Судя по тому, как вы себя ввели в лесу... Так, ответчик, я вам сказала. Я вам сказала. Ваша честь. А если вы посылаете бойцов, не обученных, вести себя в условиях тайги, естественно, здесь при чем? Не обученных бойцов нет. Я просто вот после того случая, как у меня забрали Сереженьку, я поняла, что я бессильна. Ну, я не могу так сражаться, вот просто там с кем-то, с ОМОНом, со всеми. Это все глупо, я считаю. Ну, сейчас я так считаю. Раньше я так не думала. Я поняла, что нужно просто действовать, вот собирать бумаги. Мы должны заинтересованное лицо просить. Не совершеннолетнего. Пригласите, пожалуйста, в зал несовершеннолетнего. Свидетелица, войдите. Так, представьтесь, пожалуйста. Ваша честь, я Дубиня Сергея Иванович. Вы брат истицы, да? Да. Я бы хотела вам пояснить, что ваша сестра просит назначить ее опекуном. То есть опекуном она должна принять на себя обязанности по вашему воспитанию, материальному содержанию. Вот представитель органов опеки считает, что, ну, как бы ваша сестра не может в полной мере выполнять обязанности опекуна. Она может. Сереж, объясни, пожалуйста. Не может? Посчитайте, что не может? Она может. Может. Хорошо. А вы сейчас проживаете в детском доме? Да. А вот ваша сестра поясняла суду, что, когда она приехала в этот детский дом, то она вас там не обнаружила и обнаружила вас совершенно в другом месте. Это с чем связано? Нет дисциплины в детском доме? Это связано, да, с тем, что в детдоме нет дисциплины. Все шляются по разным подъездам и колодцам и нюхают клей. Ваша честь, мы проверяли этот детский дом. Это образцово-показательное заведение. Она настроила его, пока жила вместе с ним три месяца. Ответить, я прошу вас, я, пожалуйста. У нас могут быть с вами разные понятия об образцово-показательных учреждениях. Пожалуйста. Ну, то есть вы считаете, что вы можете проживать с вашей сестрой? Сереж, ты можешь? Я считаю, да, что я могу проживать с ней. Так, суду понятно. Суд удаляется для принятия решения. Прошу всех встать. Далее в программе. Я читала их сообщение. Там было черным по белому написано, что ты ей дал денег на аборт, а потом еще написал в следующий раз предохраняйся. Да с чего вы взяли, что я говорил из семьи? А кто это тогда делал, а? Мачеха не позволяет пасынку общаться со сводной сестрой. Парень возмущен. Он с рождения сестренки опекал ее, нянчил, любил. Женщина уверена, что дети состоят в интимной близости. Вот такая братская любовь. Суд оглашает решение, принятое по делу. Суд, заслушав исковые требования истца, возражение ответчика по заявленным исковым требованиям, опросив заинтересованное несовершеннолетнее лицо, рассмотрев все представленные документы и доказательства в административном иске об отмене решения органов опеки и попечительства, которому истец отказан в назначении ее опекуном малолетнего брата, суд считает необходимым отказать. Суд не отменяет оспариваемое решение органа опеки и попечительства, потому что оно в полной мере соответствует закону. Ответчик, ответчик, ответчик. Тут решение выносится не в вашу пользу, а в пользу ребенка. Простите. истец является лицом, который имеет судимость за преступления против здоровья населения и общественной нравственности. В соответствии с правилами части 1 ст. 146 не могут быть назначены опекунами-попечителями лица, имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся или подвергающиеся уголовному преследованию за преступления против жизни, здоровья, свободы, чести, достоинства личности, половой неприкосновенности и половой свободы личности против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, а также против общественной безопасности. Таким образом, истица как лицо, имеющее судимость за преступления против здоровья населения и общественной нравственности относится к категории лиц, которые не могут быть опекунами. Поэтому в данной ситуации суд отказывает удовлетворения заявленных вам исковых требований. Суд выносит частное определение в адрес органов опеки и попечительства, в котором суд обязывает вас провести соответствующую проверку работы органов детского учреждения, где в настоящее время находятся несовершеннолетние для представления соответствующих отчетных данных. Также суд считает необходимым обратить внимание на органов опеки и попечительства, на то обстоятельство, что достаточно большое количество времени прошло для того, чтобы вы могли бы озаботиться подысканием другого опекуна. Потому что в настоящий момент... Дело в том, что у истицы... Истец меня внимательным образом слушает. Истец меня внимательным образом слушает. Стороны знают прекрасно, что данное решение, которое вынесено, оно не вступает в законную силу автоматически, что у ИСА есть месяц для обжалования в восстановленном порядке и подачи соответствующей апелляционной жалобы. Поэтому, да, конечно, предполагается, что несовершеннолетние должны вернуться в детский дом. Но это и соответствующее предположение. Истец и ответчик суд ни в коем случае не призывает вас нарушать законы. Все-таки призывает вас придерживаться требований закона. Но еще раз обращает внимание, и суд обязан это разъяснить, что у ИСА есть право на обжалование данного решения в течение месяца с момента изготовления решения, мотивированного решения в полном объеме. Истец, все понятно, что я сказала? Да, Ваша честь. Все понятно, да? Ответчик, да? Да, спасибо, Ваша честь. Суд огласил свое решение, дело заканчивается. Решение суда. В иске отказать. Я заберу его, я его увезу. Мы, представители органов опеки, по рекомендации суда будем искать приемную семью для этого ребенка. Ну, старшей сестре мы его не отдадим. Истец Валерий Мальский предъявляет иск об установлении графика общения с сестрой. Ответчик Ксения Рогачева иск не признает. Слушается дело Мальского Валерия Николаевича с исковыми требованиями о нечинении препятствий в общении с ребенком и восстановлении графика общения с сестрой. Ответчиком у нас является Рогачева Ксения Романовна. Пожалуйста, истец, обоснуйте ваши исковые требования. Ваша честь, у меня есть единокровная сестра Таня. Моя мать давно умерла, когда я был еще маленький. И когда мне было 4 года, мой отец женился на Ксении Романовне. После этого очень скоро у них появилась Танюша. То есть, простите, пожалуйста, вы единокровный брат и сестра, да? По отцу я имею в виду. Да, все верно, у нас один отец. Так вот, у нас с сестрой всегда были прекрасные отношения. Я проводил с ней очень много времени, играл с ней, ухаживал за ней, водил ее в садик, в школу, на свои карманные деньги покупал игрушки, на аттракционы водил. Через 13 лет родители развелись, и Ксения Романовна вместе с Таней уехала обратно в Москву. А где вскоре она второй раз вышла замуж. Я по Тане очень скучал, приезжал к ней в Москву. Но ее мать, она просто не позволяла мне с сестрой общаться. И даже была такая сцена, когда я приехал к Тане на день рождения поздравлять ее с билетами в театр, плюшевой игрушкой. Я звоню в дверь, открывает мне. Она начинает на меня кричать, кидаться на меня и спускает меня с лестницы. А ты не знаешь, да, зачем я стала это делать? Откуда же мне знать? Угу. Не знает он. Я летел по лестнице целый пролет, сломал себе два ребра, чудом не свернул шею. Ну, естественно, все соседи на это выбежали на шум. Вызвали скорую, вызвали полицию. Вот у меня есть все материалы по этому. Прошу, передайте. Через судебный приставы передайте. Спасибо. Какой график общения вы хотите установить? Я хочу видеться со своей сестрой один раз в неделю по воскресеньям с одиннадцати до восьми вечера. Так, пожалуйста, хорошо. Отвечки, я вас слушаю. Ваша честь, понимаете, Таня 14, ты совсем еще маленький ребенок. Этому 18. И он с ней спал. С родной сестрой, единокровной. Он с ней спал. Да что ж вы все залазили-то? Спал, спал. У меня все доказательства есть. Разве? Вы понимаете, мы когда с его отцом разбежались, разошли, точнее, это он, собрал вещи и умотал куда-то в Краснодар с какой-то молоденькой девицей. Бросил его, дочку, в общем, всех нас бросил и уехал, не заботясь ни о чем. Естественно, из Обнинска мы переехали ко мне обратно в Москву. Я о Валере заботилась. Ну, все-таки, с четырех лет я его воспитываю, да, я думала, я знала этого человека. Я ему дала ключ от квартиры, я заботилась, кормила, поила, разрешала ему приходить, когда ему удобно. Хочет там живет, хочет здесь живет. И в очередной раз, когда я один, точнее, единственный раз я пришла с работы раньше, я захожу к Тане в комнату, а они вдвоем в постели голые лежат. Ваша честь, как я мать, как мать, как мать должна на это реагировать? Она же моя сестра, это просто бред какой-то. Как я на это должна была реагировать? Да что вы несете? Я его на сумку выставила из квартиры и ни за что больше даже приближаться к ней не дам. Извращенец. Я тебя еще упеку за совращение несовершеннолетних. а вот вы, когда с этим столкнулись, вот я как раз хотела вам задать вопрос. Вы, когда с этим столкнулись, вы не пошли, не написали заявление. Папа, почему? Я просто запретила ему видеться. Ну, зачем нам было... Ну, Отличек, понимаете, вот вы будете говорить, что истец с вашей дочерью вступал в интимные отношения. А истец будет говорить, что этого не было. А как вы это можете доказать? Да никак, ваша сестра, как вы вообще в это можете поверить? Она же моя сестра, это отвратительно. Вот именно, я и про это и говорю, что это отвратительно. Истец, ну а вы считаете, что Отличек для чего это делает? Я уже говорил, повторюсь, я считаю, что она таким образом просто пытается отыграться на мне за то, что мой отец ее бросил. Так, будьте добры, пожалуйста, мне свидетельство... А брак с вашим отцом официально расторван, мне свидетельство о расторжении брака и свидетельство о рождении девочки. Так, а кто из вас заявил опрос несовершеннолетний? Я, Ваша честь. Вы заявили, Моя честь. вы не возражаете против опроса вашей дочери? Пригласите, пожалуйста, в зал несовершеннолетнего. Свидетельца, найдите. Добрый день. Здравствуйте. Да, представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Мальская Татьяна Николаевна. Вам лет... Четырнадцать. Четырнадцать. Я вас слушаю. Ваша честь, понимаете, я очень люблю своего брата. Мы с ним с детства неразлучны. Куда он, туда и я. А сейчас, около года назад, мы переехали в Москву. И здесь же моя мать вышла замуж. За моего отчима, соответственно. Недавно она забеременела. И теперь в ее жизни вообще нет места для меня. Она вся в этой новой семье. Я тоже хочу внимания. Я хочу, чтобы у меня была мама и нормальные отношения с ней. Я что, тебе мало внимания уделяю? Да. Кроме Валеры меня никто не понимает. Ну, конечно, кроме Валеры. А прийти ко мне, поговорить. Я с тобой сколько раз тебя спрашивала. Домой приходишь, как дела? Все нормально. Ничего не рассказываешь. Только говоришь, что я тебя держу, как в тюрьме. Отвечик, Отвечик, Отвечик. А скажите, пожалуйста, вот как бы ваша мама, она высказывает опасения, что вас с отцом связывают, ну, отношения чуть-чуть выходящие за братские и сестринские. Эти отношения совершенно никак не выходят, как вы сказали, за сестринские и братские, потому что Валера старше меня, он мой брат. Ничего быть и не могло. А живой сейчас, как на зоне. В школу меня отводят, из школы меня забирают. Гулять мне нельзя, в магазин мне даже одной нельзя выйти. Ты мать за дуру, да, держишь? А то, что ты, подлец, денег ей на аборт давал, да? Молчишь? Какие деньги? На какой аборт? Я всю вашу переписку прочитала, ваша честь. Я читала их сообщения, там было черным по белому написано, что ты ей дал денег на аборт, а потом еще написал, в следующий раз предохраняйся. Да с чего вы взяли, что я говорила себе? А кто это тогда делал, а? Кто? Скажи ей, давай. Я? Я спала с Дани из 11 класса. Залетела. А тебе я сказать ничего не могу, я тебе не доверяю. Я это рассказала Валере, он мне помог. А что ты? Валера помог. От матери к родной прийти ты не мог, не могла, потому что ты меня не слушаешь. Стоп, 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 Ответчик. Одно дело, что вы это разберетесь дома, почему кто к кому не приходит, другое дело, давайте так. Я не знаю, кто такой Дани из 11 класса. То есть в данной ситуации вы подтверждаете, что вы состояли в интимных отношениях с другим молодым человеком, правильно? Да, Валера к этому совершенно не причастна. и вы прервали беременность, и прервать вам беременность помог ваш брат. Я правильно вас понимаю? У вас еще имеется возражение против общения Исса и вашей дочери? Нет, ваше честь. Не имеется. Ну, ладно. Суд вам разъясняет процессуально, что ответчик имеет право до момента оглашения решения суда отказаться, то есть признать исковые требования, которые заявлены, либо стороны также могут закончить дело мира и в порядке статьи 39 Гражданского процессуального Кодекса Российской Федерации заключить мировое соглашение. Мировое соглашение выносится путем вынесения определения судом, в котором присутствует текст мирового соглашения, имеет обязательную силу решения суда. Скажите, пожалуйста, ответчик, вы рассматриваете вариант того, что вы признаете заявленные рисковые требования или вы готовы с истцом заключить мировое соглашение? Я думаю, что в этом свете попробуем заключить мировое соглашение. Суд удаляется для составления текста мирового соглашения? Прошу всех встать! В следующей программе Я ее лишу родительского права. Я пущу ребенка, но она... Да ты-то вообще кто? Я лишу ее родительского права. Тебя только все порешать. Малолетний сын пьющей матери наследует долю в квартире, где живет одинокая женщина. Мать радуется тому, что может вселить ребенка к бесплатной няньке и забыть о нем. Только нянька идет в суд. Это я с тобой Петя сговаривался. Мы с тобой со сводьбой языковой по найди не можем. Это ты успокойся. Это ты успокойся. Я тебя там... Женщина трагически погибла. Остались муж, двое детей, дет-алкоголик и сертификат материнского капитала. Разборки о том, как потратить эти деньги, закончились в суде. Он переживает из твоих вот этих идиотских вот этих своих тараканов, комплексов. Ваша честь, я прошу удалить ребенка из зала. Я сейчас... Ты хочешь правды? Окей, я сейчас расскажу правду и про комплексы, и про тараканы. Несмотря на развод, отец много времени проводил с ребенком. Поначалу мать была рада, но затем узнала нечто такое, что запретило им видеться. Мужчина обратился в суд, но готов ли он к тому, что жена будет ворошить грязное белье? Суд оглашает определение, принятое по делу. В связи с согласием, выраженным истцом и ответчиком, в ходе судебного разбирательства о заключении мирового соглашения, суд в порядке статьи 39 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации предпринимает определение об утверждении текста мирового соглашения. Суд утверждает следующее мировое соглашение. Сторона один, истец по иску Мальский Валерий Николаевич, и сторона два, ответчик по иску Рогачева Ксения Романна заключили следующее мировое соглашение. По определению порядка общения истца с несовершеннолетней дочерью ответчика, определив для общения каждое воскресенье с 11 до 18 часов. Данное общение будет происходить по месту жительства несовершеннолетней. В данной ситуации суд при утверждении текста мирового соглашения исходил из того, что братья и сестры имеют право на общение между собой в соответствии с правилом участия 1 статьи 55 Семейного кодекса Российской Федерации. Естественно, ответчик понятен, текст мирового соглашения. Еще раз обращаю внимание сторон на следующее обстоятельство, что мировое соглашение носит обязательную силу решения суда, поэтому каждая из сторон обязана исполнять утвержденное мировое соглашение. Естественно, ответчик, суд огласил текст мирового соглашения, дело закрыто. Решение суда Стороны подписали мировое соглашение. Я рад, что удалось все решить миром и надеюсь, что мы сможем вновь стать нормальной счастливой семьей, как прежде. Я, конечно, разрешила им видеться, но я теперь за ними буду смотреть очень строго, потому что все равно не доверяю ни одному, ни второму. Взяла ребенка, встала на подоконник из четвертого этажа, она кричала, что она выбросится в окно, если ей не оставят ребенка. Вы знаете, что делает ваш ребенок после школы? Да, одну на другую наговорила, подрались они. Я не виновата, я всего лишь снимала. Кто его друзья? Представляете, ваша честь, он мне говорил, чтобы я его папой называл. Есть ли у него враги? Я подсыпала красивый яд, но я очень люблю своего отца и хочу его вернуть в нашу семью. Программа Дела семейные битва за будущее защищает ваших детей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова